Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, глава некоммерческого проекта «Альтернатива» Film Project Лиза Сурганова и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы с Ваней обсуждаем финал одного из наших любимых с Ваней сериалов, а именно сериала «Корона». Спустя несколько лет, шесть сезонов, «Корона» наконец подошла к своему концу, обещанному заранее шоураннерам. И вот сегодня мы хотим обсудить, как же она завершилась, и еще раз вспомнить все, за что мы ее полюбили. Ты знаешь, вот я вчера досмотрел финальную серию последнего сезона, и кроме чувства какой-то невероятной грусти, которая меня охватила, я вдруг понял, что «Корона» — это единственный сериал, в котором я ни разу не пропускал заставку. Вот 60 серий, я 60 раз слушал эту замечательную музыку, смотрел эту заставку, и ни разу у меня даже не возникало мысли о том, чтобы это пропустить, потому что это вот настолько органическая часть истории, вот все эти церемониальные штуки, которые там в начале в заставке показываются. И у меня такого не было ни с одним сериалом, я даже в «Игре престолов» проматул. Ты про наследников говорил такое? Ну, не всегда. А вот с «Короны» я прям клянусь, я 60 серий смотрел эту заставку, и я теперь по ней скучаю. Вот еще даже суток не прошло, мне уже не хватает «Короны» в моей жизни. Я честно признаюсь, прям зол на Питера Моргана и платформу Netflix и продюсерский коллектив сериала «Корона», там еще в общем материалы минимум на три сезона есть. Ну, мне кажется, это же вопрос не отсутствия материала, а того, что они решили сознательно не уходить в события совсем уже недавние, чтобы не тревожить чувства ни героев, ни зрителей. И мне кажется, реакция на последние два сезона, а особенно на последний сезон, показала, что, наверное, это скорее правильное решение, потому что, ну, одно дело, когда ты говоришь о событиях 60-50-летней давности, которые, в общем, даже люди, пережившие их, уже помнят так себе с трудом, да, и это действительно уже разговор об истории. Другое дело, когда ты соревнуешься с таблоидами и говоришь о том, что было вот буквально вчера. И понятно, что можно было продолжать линию, и понятно, что очень интересно было бы больше посмотреть на и Уильяма, и Гарри, и на то, как, собственно, там, пережил эти последние 15 лет Чарльз, и что с ним происходило, и как он пришёл в итоге к власти, да, столь долгожданной. Но мне кажется, что всё-таки я, на самом деле, благодарна этому решению, потому что мы остаёмся с сериалом, который остался верным себе и не ушёл вот в совсем такое уже увлечение таблоидными темами. Хотя были бы несколько заскоков в эту сторону. Ну, я не знаю, на самом деле, я не уверен, что он соревновался с таблоидами. Всё-таки речь шла о событиях, которые одинаково плотно освещали и таблоиды, и серьёзная пресса, и, на самом деле, в принципе, вся мировая пресса. Ну, может быть, там, условно, не историю с принцем, который пришёл в костюме нацистского офицера, хотя мне тоже кажется, что про это все написали. Просто, условно говоря, если какой-нибудь The Sun или The Daily Mirror написал про это 100 статей, то какой-нибудь New York Times – две. Но всё равно это, наверное, не очень справедливо говорить, что они соревнуются с таблоидами. Но глобально нет, глобально я с тобой согласен, я тебя понимаю. Более того, я понимаю Питера Моргана, почему они решили в этот момент остановиться, потому что реакция британской прессы на последние сезоны была абсолютно истерическая. Истерическая в худшем смысле этого слова. То есть ты представляешь, как сидит, значит, какой-нибудь журналист газеты Guardian, у него натурально слюни изо рта текут, значит, от ярости, как он пишет эти свои тексты. Потому что Guardian под конец выкатила рейтинг. Все 60 эпизодов «Короны» расположены по порядку, и на 60-м месте у них, значит, 4-я серия из 6-го сезона, на 59-м – 7-я серия из 6-го сезона. Ну и как бы дальше по списку, собственно, до 55-го, всё это 6-й сезон, который Guardian страшно не нравится, и все их претензии не имеют никакого отношения к качеству сериала, к драматургии, к актёрской игре, к качеству сценария. Это всё, значит, я представлял себя не так, я это помню не так. И, собственно, я к этому отношусь примерно так же, как я отношусь ко всем воплям людей, которые смотрят сериалы, основанные на реальных событиях, что, значит, тогда такого не было. Это, знаешь, это вот буквально недавно. Значит, один, казалось бы, до этого вменяемый российский автор написал, что Жора Крыжовников может знать о быте 80-х годов, он тогда не жил. И, значит, там написал дальше длинный список претензий к сериалу «Слово пацана». Я эту хрень ненавижу. Мне кажется, что это худшее, что можно написать, в принципе, про любое художественное произведение. И к подобным претензиям я отношусь с искренним глубоким презрением. Я, наверное, не совсем верно выразилась. В соревновании не только с таблоидами, но и просто, на самом деле, с памятью людей тебя смотрят совершенно по-другому, да, когда люди как-то помнят эти события. И, конечно, они по-другому это оценивают. И для всех это более болезненная история. Ну и плюс, мне кажется, что, конечно, просто вся история с принцессой Дианой дала огромный толчок к тому, чтобы пресса ещё более активно интересовалась жизнью королевской семьи, ещё больше в ней копалась. И, в общем, на примере многих скандалов последних лет мы видим, что у тебя есть как бы либо скандалы, либо есть вот такие вспышки отдельной объединения наций вокруг каких-то больших событий, типа свадьбы Кейт и Уильяма или похорон Елизаветы. Вот. А всё остальное просто какое-то перестирывание их белья. То есть понятно, что у меня есть какая-то грусть, что сериал закончился, но у меня всегда есть тоже и благодарность, что он закончился как бы не испортившись. А я считаю, что он всё-таки не испортился. А мы наблюдали кучу сериалов, которые к второй своей половине резко уходили в совсем какую-то бессмыслицу, когда люди сочиняют сезоны только чтобы не расставаться с деньгами, с этой славой, и едут на этих рейтингах, пока эти рейтинги уже совершенно просто сдуваются. И это произошло со многими любимыми мной сериалами, например, с друзьями, которые не надо было снимать 10 сезонов, а надо было где-то остановиться и сказать «всё, спасибо, корова уже выдайна». Но действительно, вот последний сезон, конечно, вызвал какую-то массу ненависти, раздражения, странных претензий. И одна из самых странных для меня претензий — это вот это «что за бред с призраком принцессы Дианы?» и ты такой «люди, вы вообще Шекспира читали или нет?» Во-вторых, это очевидный художественный приём по сути внутреннего монолога героев, не то, что это призрак принцессы появляется, на самом деле, даже как у Шекспира, а скорее это в случае с Чарльзом. Да, Чарльз ведёт с собой этот разговор о том, собственно, что для него значило принцесса, как он переживает её смерть, и то же самое с королевой Елизаветой. Они пытаются показать вам, кто они они, что они чувствуют, что они нужны. И я знаю, что это может быть ужасно, но это не нужно. Мне было страшно интересно, чем закончится корона, потому что вот какой эпизод из биографии Елизаветы Питер Морган выберет для того, чтобы завершить свой вот этот вот монументальный труд. И идея выбрать эпизод, в котором королева проводит ревью плана своих похорон, это абсолютно гениальное решение. Ну, то есть, во-первых, такое себе сложно самому представить, во-вторых, лучшей, самой эмоциональной, самой естественной точки, вот её история, для неё финал, её разговор финальный со своими как бы двумя предыдущими версиями, с теми, кого мы знаем, как Елизавета из предыдущих сезонов, но на самом деле со зрелой Елизаветой и с молодой Елизаветой замечательный совершенно разговор, изумительный абсолютно монолог с мужем у гробницы, где они говорят, что ну да, в общем, всё вокруг нас рушится, всё летит в тар-тарары, но нам наплевать, потому что мы будем под землёй и криков не услышим. Это так потрясающе сыграно, это так потрясающе придумано, что, конечно, чистый восторг. У меня немножко вызвал замешательство и смущение вот этот вот именно кадр, где все три Елизаветы вместе, то есть я понимаю идею, и я понимаю, почему хотелось, чтобы был именно такой кадр, над ним все пошутили, что это британская версия «Спайдер-мен. Дорога домой», но это как-то было немножко чересчур, вот прям вот поставить точку на разговоре у могилы, это было бы круче, чем вот последние там три минуты эпизода. Ну, во-первых, мне тоже очень понравилось возвращение актрис, которые играли Елизавету в юности и в зрелом возрасте, и этот кадр меня не смутил, для меня это такое прощание с героиней, прощание с этими актрисами, очень трогательный, какой-то трибьют всему сериалу, да, и дань уважения всем людям, которые в нем играли, вот эти все поколения героев на разной стадии их жизни. По-моему, это очень классно на самом деле сделано. Ну, раз уж мы начали обсуждать самую финальную серию, я тоже соглашусь, на мой взгляд, это очень тонкий выбор темы и сочетание, да, опять же, некоторого, скорее, внешнего события, но и важного внутреннего события, свадьбы Чарльза и Камилы и вот этого внутреннего монолога Елизаветы. Мне кажется, что, во-первых, конечно же, это вопрос, который висит всю корону и который, наконец, может быть, слишком даже очевидно проговаривается. Ну, я читала критику в том смысле, что корона, вообще-то, известна своими очень тонкими, да, иногда визуальными метафорами, а здесь, как бы, немножко слишком в лоб все. Но при этом, мне кажется, это тоже важный момент для, условно, Елизаветы, для героини, когда она, наконец, решается сказать, да, себе самой, в первую очередь, все то, о чем она, на самом деле, все эти годы, наверное, так или иначе думает, и заодно через это возникает тот же запрос, ну, общества к Елизавете, к этому институту. Мы не виноват. Это абсолютно то, что ты читаешь во всей этой критике Института королевской семьи британской. Типа, нахрена было править столько лет, передавать престол Чарльзу в таком уже возрасте? То есть у тебя один сначала монарх в пенсионном возрасте, потом второй монарх в пенсионном возрасте. И ты на много лет обрекаешь свою страну на такого Geriatric, то, что она называет монарх, да? И это абсолютно, в общем, правда. И, в общем, тут сложно не согласиться с самой Елизаветой в её этих вопросах к себе. И в том, что, в принципе, это было бы разумно и с точки зрения того, что она может отдохнуть и уйти на покой, и с точки зрения того, что Чарльз более энергичный, и вообще проявить такую материнскую заботу и любовь. Но при этом абсолютно понятно, почему она делает другой выбор. Весь сериал, на самом деле, о том, почему она делает именно такой выбор. Я даже вчера пересмотрела первую серию самую, и, на самом деле, там поразительно много рифм вот с этой финальной серией. Начиная от того, что самое важное событие серии происходит так или иначе вокруг Вестминстерского аббатства. В первой серии это свадьба Елизаветы, в последней серии это, собственно, вот этот её разговор про смерть, про похороны и уже уход в финальной сцене. Во-вторых, то, что она в финальной серии смотрит эту семейную плёнку, хронику, да, в первой серии её отец Георг дарит ей эту камеру, на которую он её призывает, собственно, запечатлевать все самые счастливые свои моменты. И вот это поразительное, да, завершение этих линий. Но там есть суперважный диалог с отцом, когда он ещё король, да, она заходит к нему в кабинет, и она спрашивает его, не чувствует ли он себя одиноко, не чувствует ли он себя уставшим от всего этого бремени власти. И он признается, что да, так и есть, и одиночество, и усталость, но как бы куда деваться, долг вот такой. И становится понятно, что у неё нет другого выбора, как бы она никогда не откажется от этого, потому что она так понимает свой долг, да, ты устал, да, ты не можешь, да, ты одинок в этом, и ты теряешь ту жизнь, которая у тебя могла бы быть, и которой ты ещё мог бы, на самом деле, пожить. Но так она себе представляет своё служение обществу, и по-другому и быть не может, да. Да, и вот тут у меня два момента. Во-первых, конечно, мне очень нравится её внутренняя аргументация, почему она всё-таки не решается передать в тот момент власть Чарльзу, когда она говорит про институт монархии, что да, конечно, там мои аргументы разумные, и всё, что я говорю правильно, и да, конечно, так было бы гораздо логичнее, но институт монархии нелогичный, бесчеловечный, неразумный и абсолютно неестественный, поэтому странно пытаться применить к нему ту логику, которую ты применяешь к своей повседневной жизни. Вторая, конечно, мысль про то, что вот основная тема у Елизаветы в шестом сезоне – это, конечно, сожаление и такая рефлексия по поводу прожитой жизни, и в этом смысле было очень интересно смотреть моя любимая серия, где они разговаривают с Тони Блэром о том, как можно сделать монархию более популярной, как можно улучшить, и там есть две абсолютно гениальные вещи. Во-первых, конечно, это то, как ты знаешь, что Елизавета сделала для страны, как это она понимает. Мы сейчас не говорим объективно, что она что-то сделала, мы говорим, как понимает себе этот персонаж. И вот она слышит, как относятся к ней люди из соцопросов, и просто попытаться представить себе вот человек, который думает, и не просто думает, который натурально положил свою жизнь и свое человеческое счастье на служение стране, и вот он, значит, слушает. 78% считают, что вы отживший, значит, пережиток прошлого. Что он должен в этот момент думать? Ну и, конечно, моя любимая сцена, наверное, во всем этом сезоне – это момент, когда вот Тони Блэр рассказывает ей свои идеи о том, как можно что реформировать, и говорит, вот этого можно подрезать, этого можно подрезать, и называет вот эти безумные совершенно должности, типа там, смотрители королевских лебедей, которые в следующей сцене превращаются в живых людей. Это так удивительно придумано, это так классно, и ты как бы понимаешь, почему это для нее невозможно, почему на самом деле это неразумно, потому что это не просто живая история, а это, в общем, живые люди. Еще, конечно, мне очень понравилось, что Филиппу в этом сезоне тоже дали вот какую-то толику сомнений, что он не просто вот такой прямой, как Шпала, сварливый дед, который либо всех троллит, либо всем говорит о том, что нужно, значит, сходить с троем, а что у него тоже сомнения, он тоже смотрит на свою жизнь и тоже думает, а, в общем, может быть, стоило быть папой получше, или, может быть, как-то иначе бы жизнь могла устроиться. Это очень интересно, и благодаря тому, что играют потрясающие актеры, от этого оторваться невозможно. Мне вот, наверное, не очень только понравилось, хотя, ну, в общем, это выбор, да, конечно, драматурга, шоураннера, такое отношение к Чарльзу, который, с одной стороны, на самом деле, мне кажется, это очень классно, и это довольно ново и необычно для настолько популярного сериала вообще по-другому посмотреть на Чарльза, выйти из вот этой устоявшейся, прочно парадигмы, что Чарльз мерзавец, который разбил сердце Дианы, и она бедная жертва, да, и как бы все симпатии на ее стороне, а он подлец и негодяй, и, наоборот, показать его человеком, показать его страдающим человеком, показать его, наконец, счастливым человеком. И вот это все очень здорово. Но в моменты, когда Корона немножечко даже, ну, натужно пытается подчеркнуть, какой он, на самом деле, мог бы быть реформатор на фоне всех остальных членов семьи, это выглядит странно, потому что, ну, как бы у тебя нет как будто бы основания считать, что на самом деле это так. Так, вот он пришел к власти, вот мы видим, что вроде ничего никаких реформ радикальных не происходит. Как бы все эти моменты, да, где они обсуждают, менять ли им все эти традиции, увольнять ли этих людей. Вся семья на стороне того, что ничего менять не надо, все идиоты. А один Чарльз в белом, да, и говорит, ну, вообще-то, можно было бы и поступиться чем-то, да, и вообще-то реформа – это хорошо. Я просто эти сцены немножко иначе воспринимал. Я просто их воспринимал, как Чарльз, который все время говорит, просто говорит. Он же не делает, он же не действующий герой, он герой говорящий. Ну, вот он говорит, просто вот он говорит не касательно каких-то бытовых вещей или отношений с близкими, а касательно реформы института монархии. Но это не означает совершенно, что он собирается этим заниматься или что это как-то во что-то превратится. Но вот та часть, которую ты сказала про их отношения с Дианой, это моя любимая часть в последних сезонах, потому что, во-первых, конечно, если смотреть внимательно, то видно, что сериал не занимает ничью сторону. Диана не демонизируется, Чарльз не идеализируется. Есть все моменты, когда он ведет себя совершенно чудовищно. Есть моменты, где она совершенно не права. Но главное, что это попытка посмотреть на историю объективно. Два человека, который каждый несовершенен, который каждый максимально далек от своего публичного образа, потому что все живые люди. И вот это решение показать, что Чарльз тоже живой человек, и что Диана не соткана из эфира и не является земным воплощением какого-то ангельского существа, это очень здорово. Вот я за это очень благодарен, потому что мне немножко в последних двух сезонах мешал тот факт, что Домини Куэст, который потрясающий актер, и который прилагает максимум усилий, он все равно чутка слишком мужественный для Чарльза, и это как бы ничем не прикрыть. Там вот эта его харизма, она все-таки прорывается. Наверное, если бы на его месте был чуть менее яркий актер, это было бы более сбалансировано. Но Чарльз у меня в результате любимый персонаж. Я вот вспоминаю сезонные серии предыдущие, у меня огромное количество моих любимых сцен и любимых серий. Там потрясающая серия, где Чарльз в университете учит в Алийске, и это просто одна из лучших, на мой взгляд, серий в короне наравне с великой серией про портрет Уинстона Черчилля. И, конечно, это особая для меня заслуга в том, что его тоже показали человеком. Про то, что сериал не занимает никакой позиции, позиции, мне кажется, это суперважное наблюдение. И у меня тоже осталось такое впечатление, что даже по отношению к Елизавете, хотя на самом деле Питер Морган вроде бы говорил, что это такое признание в любви ей весь сериал, но опять же нет. Есть куча моментов и серий, в которых, в общем, ты осуждаешь ее решения, в которых ты сомневаешься в ее решениях, в которых ты совершенно с ней не согласен. Но при этом есть как бы просто ее обоснование, как с ее точки зрения это событие выглядит. Вот то же самое про реформу королевской семьи и их трат. Ну, я скорее здесь на позиции Тони Блэра, что вообще-то можно было бы этим заняться и урезать это все. И понятно, что это живые люди, но это действительно какой-то раритет ходячий. Для меня это немножко иронично выглядят, эти сцены, когда они действительно начинают копаться в том, чем эти люди занимаются. Для меня это выглядит настолько очевидно, что это какая-то бессмысленная работа, что у меня нет ощущения по итогам, знаешь, что Елизавета права, а Тони Блэр такой дурак, решил тут все реформировать. И точно так же про финальное решение. Мне кажется, что здорово, что Питер Морган дает вот эти разные точки зрения на выбор Елизаветы оставаться у престола. Есть аргументы за, есть аргументы против. Аргументы против очень сильные, очень разумные, и ты с ними тоже хочешь согласиться, особенно когда они произносятся о Ливии Колман. Но у нее есть внутренняя логика ее героини, ее персонажа, и ты можешь быть с ней несогласным, никто не говорит, что она правильная, никто не говорит, что это единственный верный способ, но вот она так живет, и Филипп так живет. И в каких-то местах их фразы звучат напыщенно, высокомерно, сомнительно. То, что он говорит, что мы будем с тобой тут лежать, и нам будет пофигу, что будет дальше происходить, ну это вообще-то на самом деле довольно вопиющая безответственность. Не знаю, я с ним согласен. Ну в смысле, это абсолютно после нас, хоть потом, мы сейчас тут доправим, как мы умеем, а потом пусть сами разбираются, потом вы будете разбираться с 80-летним королем очередным, с очередным принцем Уильским, который не удел, как бы ваши проблемы. Вот так это примерно звучит. И, например, для меня очень нелицеприятная в отношении Елизаветы сцена, где они с Уильямом обсуждают семью Миддлтон. И насколько они высокомерно это обсуждают, и насколько она в этот момент выглядит просто как бы выжившей из ума аристократической бабулей, которая говорит, ой, почему они едят на кухню? Они что, хотят себя вести как прислуги? И ты вот такой, чтооо, просто орёшь как бы в экран? Ты совершенно права. В этом же, собственно, обаяние и магия сериала «Корона» в том, что тебе показывают не какую-то идеальную картинку, не идеальных людей, а людей, которые очень по-разному себя ведут в разных жизненных обстоятельствах. Я на самом деле, вот, например, периодически вспоминал, и сериал на самом деле на это периодически намекает, просто отыгрывая взгляды, которые Маргарет бросает на свою сестру, что Елизавета дофига всем людям вокруг жизни и поломал. И про это в сериале было, и мы это всё знаем, и мы понимаем, что это, в общем, на самом деле довольно жёсткий человек. И поломало, между прочим, как раз, когда Елизавету играла Оливия Колман. И то, что она неоднозначная и очень живая, как раз, собственно, для меня и сериал таким важным и делает. И вот, кстати, серия про Маргарет потрясающая, вот, со смертью Маргарет, что она раз за разом отчаянно прилетает в этот Барбадос, она хочет провести время хорошо, она наслаждается жизнью, и она отказывается переставать наслаждаться жизнью, несмотря на один инсульт, второй инсульт. И она какой-то такой совершенно удивительный человек, и ты, как бы, с одной стороны, если смотришь на это формально, ты думаешь, ну да, это такая аристократка, которая, значит, за всю жизнь ничего полезного не сделала, но её жизненный дух вызывает какое-то уважение невероятное. И потом, конечно, я всё время думал о том, как с ней поступили всё-таки, и о том, что она смирилась со своей судьбой, что она всё-таки тоже поняла, что имеет в виду сестра. И с этой точки зрения, какие эмоционально сильные и крутые завершающие сцены и решения у истории с Чарльзом, что вот его мать, которая всю жизнь отказывала людям вокруг вправе быть счастливыми, если это шло каким-то образом вразрез интересам короны, даёт ему это разрешение. Да, с этой дёцкой молитвой, про которую, очевидно, Чарльз не предупредили, потому что, когда её читают, у него на лице просто написано, типа, ехать, вашу мать, что происходит вообще. Но она даёт ему право быть счастливым, и это может быть даже больший подарок, чем если бы она ему в этот момент отдала корону. И с точки зрения арки персонажа, с того, как она изменилась по сравнению с тем, какой мы её знали в первом сезоне, и с точки зрения, наверное, какой-то человеческой. Ну, слушай, это же не только про изменение Елизаветы, изменение её позиции, про то, что неизбежно мы наблюдали этот институт на протяжении 60 лет, практически, 55. Он за это время всё равно изменился. И да, то, что было невозможно в 50-е, 60-е, и то, почему Елизавета отказала Маргарет в её праве на счастье, стало всё-таки уже возможным, в том числе и благодаря общественному восприятию института, благодаря тому, что жизнь вокруг изменилась. И на самом деле это очень видно на контрасте, как вот эта сцена, где Маргарет и Елизавет убегают из дворца, и это, по сути, единственная их возможность вырваться за пределы дворца и потусить там, и они делают это тайно, и тем, как тусят Гарри и Уильям. И мы знаем, что, в общем, у них действительно не было уже таких жёстких ограничений, они учились, тусовались, бухали, курили, вели себя, как обычные подростки, и слава богу. И понятно, да, что их там сопровождала пресса и какие-то скандалы, но тем не менее у них была эта возможность. Это тоже, на самом деле, такая рифма, вот особенно с этим побегом принцессы с дворца. Мне тоже очень понравилась серия с Маргарет, и отчасти потому, что ты сказал, и отчасти потому, что мне кажется, это очень классно, что сериал не бросил её, да, как героиню. Она была суперважной героиней в первых сезонах, мы очень много следили за её жизнью, потом постепенно она ушла на второй план, но так или иначе, в каждом сезоне её линия где-то там, да, да вылезала. Была вот серия с тем, как она всё-таки встречается спустя много лет с этим своим Питером, да, и что они друг другу говорят, и что они испытывают. И вот серия, как завершается её жизнь, и на самом деле, для меня в этом ещё и в этом, и вот в сцене с планированием похорон Елизаветы это возможность для Питера Моргана нормально проститься со своими героями. Да, он не может довести сериал до настоящих похорон Елизаветы, но на самом деле мы как бы их проживаем через вот эту репетицию, и мы на самом деле проживаем эти эмоции, грусть и сожаление через смерть Маргарет, через смерть королевы матери и через эмоции Елизаветы. Да, мы понимаем, что потом уйдёт Филипп, и она останется совсем одна вот из этого поколения, и потом уйдёт и она уже. И это на самом деле тоже невероятный ход, да, вот завершить сериал, в котором ты не можешь показать настоящую смерть героя планированием его похорон, довольно тоже безумным, на самом деле, с точки зрения человеческого смысла довольно безумной как бы идеи и традиции. При этом это абсолютно реалистично, в этом же гениальность этого замысла, что действительно нужно проверять планы похорон у всяких официальных лиц, наверное, там у каких-нибудь президентов такие тоже есть, я не знаю, проверяют ли они их лично, но точно это что-то, что где-то записано и регламентировано, и буквально по минутам расписано, кого значит зовём, какие машины используем, в какой церкви отпеваем, где хороним. В этот момент ты осознаёшь масштаб этого планирования, вот эти все шутки у людей, работавших в новостных редакциях, что в каждой редакции лежит некролог Елизавете и как бы ждёт кнопочки, когда можно будет его выпустить, потому что последние лет 20 все были в ожидании того, что она в любой момент в общем-то уже умрёт, потому что она пожилая женщина. В этом смысле очень нравится история про Генри Киссингера, который недавно умер, и в Нью-Йорк Таймс был заготовлен некролог много-много лет назад, и к моменту, когда умер Киссингер, уже давно умерли, а он вот только-только недавно, буквально на днях. Это, конечно, удивительная вещь. А я напоминаю, что у нас есть рубрика рекомендаций, и в ней сегодня Анна Баштовая, художник по костюмам и автор канала «Кинокостюм для чайников», который регулярно пишет для Кинопоиска, советует вам сериал HBO «Позолоченный век». Мы, кстати, к с вами его немножко обсуждали. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске по подписке плюс с Амедиатекой. Всем привет! Меня зовут Анна Баштовая, и я от всей души рекомендую сериал «Позолоченный век». Он точно понравится тем, кто любит костюмные драмы и скучает по аббатству Даунтон. Тем более, «Позолоченный век» создавала та же команда, что и аббатство. Понятие «Позолоченный век» — это период в истории Соединенных Штатов в конце 19 века, которому были присущи стремительный рост экономики и населения. Пышные дома и изысканная одежда напрямую демонстрировали эту позолоченность и использовались как способ подняться что мода занимает центральное место в сериале, и художница по костюмам Кассия Валицка-Маймоне провела колоссальную подготовку и собрала около 40 тысяч изображений того периода, чтобы использовать их в качестве референсов и вдохновения. «Когда женщины в своих нарядах появлялись на улице, говорит художница, то притягивали взгляды всех окружающих. Тротуар был настоящим подиумом». В общем, если этими серыми зимними вечерами вам хочется бустить света, да и просто посмотреть на что-то красивое, то «Позолоченный век» это отличный вариант. Если вы хотите тоже порекомендовать какой-то сериал слушателям подкаста, мы будем очень благодарны. Присылайте нам свои рекомендации в аудиоформате, в бот, в телеграме, собака, копе, аудиобот. Просто отправьте аудиосообщение, и мы включим его в один из следующих выпусков. Мы с тобой сказали про Чарльза, сказали про Елизавету, сказали про принцессу Диану и особое к ней отношение и неожиданный взгляд на нее. Но вообще, корона же в принципе ни на что не смотрела так, как мы предполагали, что она будет смотреть. И Черчилль в ней был совершенно не такой, каким мы ожидали увидеть. И Тэтчер в нем была тоже, в общем, довольно необычная. И моя любимая серия, это, на мой взгляд, одна из лучших серий, где Кеннеди приезжает в Британию с официальным визитом, и он мерзкий мелочный мудила, и который, значит, ведет себя абсолютно ужасно, и жена его ведет себя абсолютно ужасно. И это настолько неожиданный взгляд на Кеннеди, который в принципе всегда, неважно где, рисуется буквально человеком с нимбом и крыльями. Это же очень понятно, почему такая же история с Дианой. Просто потому, что у тебя есть вот эта мученическая смерть, у тебя есть этот орел жертвы, то как бы сразу все, нельзя ничего плохого про человека говорить, и рисовать его только в одном ключе. И очень здорово, что корона себе позволяет переступить этот предрассудок. И на самом деле, я сейчас читала статью в «Гардиан» большую, которая объясняла, как вообще корона изменила подход к драматургическому осмыслению жизни королевской семьи. Что почти там до конца XX века так или иначе существовала цензура в отношении и фильмов, и театральных постановок про королевскую семью. И буквально как бы все это заверялось каким-то очередным лордом-протектором, который читал все эти постановки и что-то пропускал, что-то не пропускал. Поэтому у тебя сначала была традиция только очень почтенного отношения и очень аккуратного к особым королевских кровей. А потом, наоборот, это качнулось в другую сторону, когда они стали предметами сатиры и вот такого очень чёрного британского юмора. Их постоянно высмеивали. И как бы автор статьи описывает, что вот корона перешагнула и за то, и за другое, и наконец-то на них посмотрела, как на людей разобралась во всех этих драматических линиях, переступила эти предрассудки. И теперь, на самом деле, и куча фильмов на чего других совершенно выходить по-другому, воспринимающих эту реальность. Реально посыпался там. Они описывают, какие фильмы сейчас в производстве, и там и про принцессу Диану, и про принца Эндрю, и про королеву-мать что-то, и постановки новые пошли. То есть, это вообще слом всей традиции рассказа о британской королевской семье. Это, на самом деле, огромная заслуга, вообще-то, короны. Пока мы не ушли далеко, я хочу еще сказать несколько слов про серию с принцессой Маргарет, потому что, на самом деле, для меня эта серия еще не только про завершение ее линии, но и, конечно, про их отношения с Елизаветой, потому что, на самом деле, серия про то, как Елизавета переживает этот уход, который происходит на ее глазах в течение нескольких месяцев, и как она понимает, что, по сути, она сейчас лишится, мне кажется, самого близкого человека, который у нее был. Вот они как бы всю жизнь прожили бок о бок. Да, несмотря на то, что они максимально разные, с максимально разным образом жизни, они два главных человека, которые были друг у друга. И вот эта перекличка с их детством, то, что нам показывает их в детстве, и как они идут вдвоем по этому пустынному парку перед Букингемским дворцом, это, мне кажется, невероятно трогательная серия. И про то, что Маргарет тоже понимает, от чего отказалась Елизавета, да, и как она много раз пытается вернуться к этому эпизоду и сказать, что вот мы тогда видели тебя, да, такой последний раз. И Елизавета тоже вспоминает, от чего она отказалась, и что было у Маргарет, и чего не было у нее. И тем не менее, Маргарет уходит, и они в абсолютной любви друг к другу, понимании, принятии и страшном горе, что, как бы, они больше не могут быть вместе. И для меня вот этот самый какой-то трогательный момент в этом всем. Слушай, мы с тобой совсем не поговорили про принцев Кейт Миддлтон и всю вот эту историю. И Лютер Форд, и Эд Маквей, и Мэг Беллами, то есть принц Гарри, принц Уильям, и Кейт Миддлтон, это у них, в общем, практически дебюты. Это неизвестные актеры, и очень интересно, конечно, будет за ними смотреть, что у них будет дальше, особенно за Лютером Фордом, который играет принца Гарри, потому что мне кажется, что у него такая очень особая внешность, особая харизма, очевидный совершенно талант, и он выглядит как такой многообещающий герой. Но я вначале немножко напрягался, потому что мне Уильям казался непохожим, ненастоящим, неестественным, но только прям первую, значит, серию, а дальше к финалу я уже полюбил его как родного, особенно вот с этой его замечательной историей, как он пытается вернуть себе Кейт Миддлтон, как он идёт на дискотеку, как он идёт к ней на показ, значит, как их поцелуи прерывают. Единственное, что меня, конечно, смущало, и этого я ещё не почитал, и это, может быть, ты знаешь, вот эта история с мамой Кейт Миддлтон, которая, значит, сознательно выстроила жизнь дочери, так, чтобы она вышла замуж за принца. Мне тоже стало интересно, потому что это для меня была какая-то новая история, и я пошла читать, и я так понимаю, что, ну, по крайней мере, со слов королевских биографов были некоторые основания считать, что она так или иначе какую-то роль сыграла в том, что Кейт пошла учиться в Сент-Эндрюс, то, что Кейт пропустила год, как и Уильям, то есть, как бы, что она пыталась их некоторым образом свести, но, опять же, это одна из версий, да, которую можно прочитать. Мне, пожалуй, вот это не понравилось, потому что, действительно, она как бы получилась такой немножечко какой-то сказочной мачехой, которая очень хочет свою дочку выдать замуж, и ради этого готова на всё, что угодно пойти. И вообще, честно сказать, вся линия именно Уильяма и Кейт, она немножечко провисает на фоне всего остального. Честно говоря, она очень простенько, банальная, что ли. Но, мне кажется, у этого есть некоторое объяснение, поскольку подростковая любовь это не то, чтобы какая-то смертельно сложная драматургическая штука, поэтому она выглядит на фоне сложных страстей, которые бушуют в мире взрослых и обречённых властью и ответственностью людей. Это действительно выглядит немножко проще. Я не думал про мать Кейт Миддлтон как про злодейку, потому что, ну как, очевидно, что если бы Уильям не влюбился, ничего бы не было. Очевидно, что если бы он был отвратителен Кейтс, тоже бы, наверное, ничего не было. Ну, то есть, это как бы некоторые, знаешь, как эти масоны верят, что, может быть, Бога как такового нету, но есть кто-то, кто, значит, запустил первоначальный механизм. Вот здесь то же самое. Может быть, она не архитектор их отношений, она просто человек, который первым, значит, тронул первую доминошечку. Там же показано, что как бы она не только запустила первую доминошечку, у них же есть этот разговор с Кейт, который ей говорит прямо, что типа ты всю как бы жизнь мою хочешь, чтобы я вышла замуж за Уильяма, и тебя вообще не волнует, о чем думаю я, да, и вот как бы я привожу другого парня, а ты кривишь рожу. И это показано действительно ровно так. И, в общем, выглядит немножко как такой Глори Хантинг. Хотя очень трогательный момент, когда Уильям приходит к ним домой смотреть по телеку церемониальные юбилейные процессии. Она была так нервовна сегодня. Ты никогда не думаешь. Нет. Она может быть довольно исключительной. В какой же способ? Принцесса Маргарет и Криво Матерь всегда знают, что происходит под поверхностью, но они уже умерли. И все остальные могут быть довольно энигма. Но, в основном, я была поддержана и поддержана для поддержки людей этого страны. Классно, да, что вот линия Уильяма и Гарри это такая тоже проброс в современность, да, ниточка. Уже все заложено там. Уже видно, как Кейт начинает думать про то, что ее может ожидать, да, и какая ответственность на нее упадет, и как им как бы с Уильямом придется спасать, на самом деле, вот этот институт королевской семьи, и как как бы Уильям уже чувствует на себе всю эту ответственность, невероятную, хотя он еще ему там 18 лет, как Гарри уже начинает откалываться от семьи, да, и как его семья начинает считать отщепенцем, и как бы все это мы сегодня наблюдаем, и этот скандал эти не утихают, да, кто там кого, кем назвал, как к нему относится королевская семья, как она относится к Меган, и так далее. Это все довольно тоже мастерски придумано, то есть, опять же, не говоря про современность, на самом деле, про нее сказать. И то, как Уильям наследует вот эту популярность Дианы невероятную, и как она его смущает, и как на самом деле мы понимаем, что все равно она потом догонит его, и даже, наверное, в большей степени Кейт, да, которая как бы встанет на это место и закроет вот эту нишу такого крауд-плизера, в хорошем смысле. Это мне очень понравилось, и невероятно, на самом деле, трогательные их отношения с Елизаветой показаны, да, как он, кажется, единственный, кто ее понимает. И вот помнишь, когда там вся семья шушукается, что же она скажет в речи, откажется она от престола или нет, он, по-моему, единственный говорит, типа, нет, я точно знаю, что она этого не сделает. Он понимает, почему, да, и мы понимаем, что он также будет относиться, ну, по крайней мере, в восприятии Питера Моргана он также относится к этой ответственности и к этому долгу, как и Елизавета. И в этом смысле выглядит, опять же, более перспективным правителем, чем его отец, который, как ты сам говоришь, да, готов трендеять о реформах, но, на самом деле, может быть, не очень готов к этому долгу и к этой ответственности, потому что для него частное преобладает над общественным... На самом деле, если так задуматься, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а когда последний раз что-то не связанное с какими-то там, я не знаю, официальными событиями мы вообще слышали про принца Чарльзу. Сидит там все в своем Букингемском дворце, тишь воды ниже травы и наслаждается семейной жизнью. И я, кстати, за него рад. Это я говорю абсолютно без иронии, потому что вот его история любви мне еще очень нравится. То, что там такой контраст, абсолютно невероятной красоты, возвышенная Диана и Камила в резиновых сапогах, с сигаретой в зубах и, значит, в парнике. И как же классно, что показано, что это абсолютно равной величины, что неважно, что когда ты кого-то любишь, тебе не так важно, как он выглядит, тебе не так важно, там, хотят ли его фотографию печатать на обложках главных британских газет. То есть, а Чарльз из-за этого переживает, но не потому, что он думает, что Камила хуже, а наоборот, потому что он думает, что она лучше. И это так классно. И вот эта сцена, где он бежит ей рассказать, что мама, значит, согласилась на их брак, и вот она там стоит в этом парнике как раз с этой сигаретой. И это как-то очень по-британски и очень особенно. Там, конечно, поразительно и одновременно и комическая, и трагическая сцена, где он как бы делает предложение, где он говорит Камилле, давай поженимся, но ты понимаешь, что это неофициальное предложение, потому что сначала я должен у мамочки спросить разрешение. И ты думаешь, господи, какой трэш, что за бред, чувак, тебе 50 лет, и как тебя в этот момент жалко. И все понятно, но как бы, блин, я должен у мамы спросить разрешение. И потом они целую городят вокруг этого, да, консультации со всеми, с кем можно. Но мне очень нравится, как Уильям себя в этом ведет, да, и как постепенно он меняется, да, из такого тоже эмоционального подростка, который посылает отца и говорит ему буквально, что ты виноват в смерти Дианы, то человек, который говорит, пусть будешь счастлив, и что вообще ты к нему прикопался, да, своему брату. И на самом деле очень трогательна, опять же, вот эта рифма между отношениями Элизабет и Маргарет, и Уильяма и Гарри, и как Елизавета говорит Уильяму, да, будь с ним поласковее, заботься о нем, потому что сложнее быть номером два, чем номером один. И понятно, что она в этот момент также думает и про Маргарет, про их отношения, и про то, что ей пришлось принять какие-то сложные решения, испортившие жизнь Маргарет, да, вот то, о чем ты говорил сегодня. Конечно, «Корона» — это сериал вот этих мастерских рифм, нюансов, да, вот великая серия с Блэром, где сначала Блэр на коне, а Елизавета себя чувствует полным ничтожеством с этими своими рейтингами, а он такой популярный кинг Тони и так далее. И наоборот, да, как эта серия завершается, просто абсолютно маятник качается в другую сторону, где он выступает перед женщинами, они буквально уходят с его речи, и королева дает ему урок, как, типа, надо было разговаривать с ними. Самое классное, это как бы финал арки Блэра, где они сталкиваются на въезде в Букингемский дворец, и Чарльз смотрит, как, значит, уезжает Блэр, на которого прыгают эти демонстранты, потом они разговаривают, что, типа, ну да, вот это, в общем, все в результате, так как мы говорили, что оно закончилось, оно и закончилось, начинают премьер-министры все одинаково бодрячком, а заканчивают политическими трупами, на которые, значит, среднестатистический британский гражданин пасать побрезгует. Да, и на самом деле тут может показаться, что как будто бы это немножко, так знаешь, уже небрежно сделано и в проброс, вот именно его этот уход из популярности, а с другой стороны, если все время вспоминать о том, что сериал рассказывает о всех событиях с точки зрения королевской семьи, то для них, ну, как бы сколько там этих премьер-министров сменилось в дожизненный срок Елизаветы, да, ну, десяток, если не больше. Для них это вот реально такие, знаешь, как картинки за окном, облака проплывают, типа очередной премьер-министр. И это, в общем, про тщету всей этой популярности, вот популярность приходит и уходит, а королевская семья остается, и королева живет дольше вас всех. Ну, собственно, в этом же как бы главный кайф сериала «Корона», что ты видишь историю 20-го и немножко 21-го века через историю одного человека, который все видел. Она видела войны, голод, стихийные бедствия, трагедии, личные трагедии, общественные трагедии, планетарные трагедии. Она видела Черчилля, она помнит, ну, как бы всех великих. И это, конечно, совершенно потрясающе. И вот мы с Данькой, собственно, моим старшим сыном это обсуждали, что сейчас у него будут каникулы, и он собирается засесть и смотреть «Корону», потому что ему самому как раз любопытно. В том числе с точки зрения такой исторической, не с точки зрения фактуры, не как учебник истории, а скорее с точки зрения того, как можно смотреть на историю. Потому что, знаешь, это вот этот миф, который я ненавижу искренне, что история — это сухие факты. История — это не факт, история — это люди. А люди — это всегда интересно. Ну, собственно, и Питер Морган тоже про это говорит, что что вы ко мне прикопались, что я добавляю выдумки. История — это то, как мы смотрим на эти события. Это множество интерпретаций. Посмотрел с этой стороны на историю, она выглядит так. посмотрел с этой стороны историю, она выглядит иначе, да. Вот мы посмотрели, как бы, на точку зрения Питера Моргана, и Чарльза Камилова предстали совершенно другими людьми, чем, как бы, обычно их рисовала вся британская пресса. Или есть какие-то вещи, которые просто улетают, да, из этой истории, которые, как бы, незначительны, потому что они незначительны для твоей интерпретации её. Например, я всё время там расстраивалась, что не показана встреча королевы с Битлз. Потом думаешь, ну, как бы, если она не имеет никакого значения для сюжета, то просто так её вставлять, чтобы, не знаю, ввести туда Битлз тоже бессмысленно. Последнее, про что я хочу сказать, о ком мы с тобой сегодня вообще пока не поговорили, а это, обсуждая последний сезон, сложно обойти этих персонажей, это всё-таки альфаеды, да, и Доди, и Мухаммед, и как они здесь показаны. И, опять же, красивая и грустная рифма отношений отцов и детей, отношений родителей детей, родителей, которые выбирают за детей их жизнь и толкают их на поступки, которые, возможно, испортят всю их жизнь. То же самое мы наблюдали с Чарльзом. И здесь, опять же, показана интерпретация этой истории с тем, как Мухаммед альфаед толкает буквально Доди на роман с Дианой. Понятно, что дальше уже вопрос, понравятся они друг другу или нет, но он всё для этого подстраивает. Мне очень понравилось, что вроде как, опять же, вот на фоне Дианы, Чарльза, Камилы обычно личность Доди альфаеда абсолютно теряется. Был какой-то чувак, был какой-то роман, это просто человек, которому не посчастливилось оказаться в той же машине с Дианой, и вот они разбились. Но насколько, опять же, глубоко корона погружается в его жизнь, его обстоятельства, в его чувства, в его отношения с отцом. В историю его отца. Да, и это тоже. На самом деле, как это заранее простраивается. Если ты помнишь, они же появились ещё в предыдущем сезоне, да, и там уже была история Мухаммеда, и как он как бы шёл к отношениям с королевской семьёй, и вот чем они закончились. Тем, что он их публично называет преступниками и обвиняет их в смерти Дианы и сына. И его история тоже трагическая, да, как он осознаёт свою вину перед сыном и пытается её, ну, не загладить, но вот хоть как-то избыть, да, вот этими своими странными выходками истерическими. И понятно, что это на самом деле его переживание в большей степени, чем, кажется, настоящая вера в то, что сына убили британские спецслужбы. Мне очень нравится и то, как показали Доди, и то, как показали Мохаммеда, и то, что Доди Альфаед перестала быть действительно из такого статиста в истории принцессы Дианы живым человеком. Я не знаю, правда ли он был таким человеком или нет, но он в пространстве сериала живой, обаятельный, которому сопереживаешь, сочувствуешь. Вот. И потрясающий Мохаммед Альфаед, который мне с прошлого сезона очень нравится, и который тоже настоящий, живой, сложный человек. Ещё они оба блистательно сыграны абсолютно. Наверное, Мохаммед всё-таки даже больше, потому что у него роль больше и интересней. Это вот как раз вещь, за которую я ценю корону. За то, что она ставит неочевидные акценты, а на самом деле, когда ты начинаешь про это думать, акценты эти как раз самые очевидные. Потому что Петер Моргану важнее люди, а не события. И это очень привлекает и как бы делает сериал всё-таки очень особенным. Кстати, между прочим, вот раз уж мы с тобой говорим про Доди Альфаеда, историю про то, что водитель был пьяным, я абсолютно забыл. Хотя я помню в общем историю про то, как разбилась принцесса Диана, как мама моя очень переживала, мы все читали в газетах, смотрели по телевизору и похороны, я помню, мы смотрели. Ну я, кстати, вот, да, не помнила, или, может, не знала даже про водителя, который выпил перед поездкой. Ну, как бы для меня всегда была версия, что папарацци гнались за машиной. Вот-вот! И водитель не справился с управлением из-за давления просто этих сумасшедших корреспондентов. Это там тоже есть, да, и, в общем, всё вместе действительно, как и говорится в выводах этого расследования, на мой взгляд, цепочка трагических случайностей, всех приведших вот к этому моменту. Самое, конечно, из них жуткое, это что вот это буквально один день в этом Париже, где они остановились, и могла бы она вернуться домой, да, и всё могло бы быть иначе. Ну, конечно, ты всё время думаешь, что всё могло быть иначе. Мы с тобой очень долго говорим про этот сериал, потому что, на самом деле, конечно, правда грустно с ним расставаться, мы, правда, благодарны ему за множество прекрасных лет, проведённых вместе, и мы будем скучать, но всегда здорово, что у тебя вообще-то это есть, ты можешь это пересмотреть, да, вернуться к этим ощущениям, открыть что-то новое, и «Корона» точно такой сериал, который войдёт в историю, который изменил очень сильно подход к освещению королевской семьи и вообще стриминговую культуру, сделать такой дорогой сериал с актёрами, которые меняются каждые два сезона, с таким вниманием ко всем деталям, это высший класс. Да, я с тобой совершенно согласен. В общем, это мой любимый сериал. Я надеюсь, что меня никто не будет спрашивать, что мне больше нравится «Корона» или «Игра престолов», потому что я зависну. А в следующий раз мы с Ваней наконец-то обсудим самый популярный российский сериал этого года. Конечно же, это «Слово пацана», сериал, который выходит на старте и на «Уинке». Мне кажется, что сериал уже не нуждается в особых представлениях и рекомендациях, но, тем не менее, ещё раз скажу, что советую вам посмотреть его целиком, прежде чем слушать наш следующий выпуск. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех платформах, на которых он доступен, от «Яндекс.Музыки» и «Эппл.Подкастс» до «Кастбокс» и «Ютюб». Пишите нам письма, ставьте нам сердечки, оставляйте нам комментарии и подписывайтесь на наш «Телеграм-канал», который также дозывается в предыдущих сериях и к которому прикручен ещё замечательный чат, в котором можно сериалы обсудить. А я хочу сказать спасибо нашим всегдашним помощникам, нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссёрке Лере Кусто. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока! Я вчера себя поймал на мысли, что начинал я, значит, этот сезон смотреть с тем, что ой, Амбридж играет королеву Елизавету, теперь я думаю, ой, неужели королева Елизавета играла когда-то Амбридж? Она настолько изумительная Елизавета, настолько она вжилась в этот образ, настолько она невероятно круто сыграла эту роль, что наоборот несложно представить её в роли Долоры Самбридж в каком-то, значит, розовом костюме, наказывающем Гарри Поттера, потому что я знаю, какая она крутая драматическая актриса.